Масштаб, еще раз, извините, немножко меняется. И, скажем, вот чем знаменит именно Фрэнсис Бэкон? Дело в том, что мы говорили о Древнем Риме, мы говорили о темных веках, мы говорили о схоластике, мы говорили об эпохе Возрождения, и, надеюсь, еще неоднократно в эпоху Возрождения вернемся. И в эпоху Возрождения уже у Леонардо, чуть позже у Галилея, до эпохи Возрождения у Роджия Бэкона, ну и так дальше, до еще этого этапа, у арабов, например, были люди, которые делали некоторые эксперименты, не боялись. Но это были единичные попытки, единичные попытки, большое им спасибо. А Фрэнсис Бэкон, он такой идеолог, конструктор, разработчик именно научного метода, то есть как решать научные задачи. Вот если заниматься темой решения научных задач, вот имеется в виду теория, не эксперименты, эксперименты уже были известны, вот теория, связанная с экспериментами, это, конечно, Фрэнсис Бэкон. И обычно о нем начинают писать книги или рассказывают о нем, что он родился в семье, знатной семье, его крестила всего лишь королева Англии, потом он занимал различные посты, считается, что он там проворовался, были взятки, проворовался, какие-то интриги. Но специально я провожу фразу петерского сатейка Семена Альтова, которую, надеюсь, вы уже прочитали, что вот давайте мы сейчас не будем судить человека за те грехи, которые он допустил, потому что опровержений нет, то есть похоже, что действительно он там был сильно запачкан. Давайте, и, соответственно, он ушел в поместье. Обратите внимание ход, который был у Николы Маккиавелли, то есть тоже человек очень опытный, человек, который, занимая такой пост, должен был оперировать реальностью, а не какими-то придуманными религиозными, мистическими какими-то схемами, чтобы просто быть канцлером Англии всего лишь. Для этого нужно многое знать, многое понимать и уметь строить какие-то модели, хотя слова «модель» такого еще тогда не было. И, соответственно, не осуждая Фрэнсиса Бэкона, потихонечку переходим к его научной части. Пожалуйста. Читаю. Вот первый момент, который, ему все опять-таки приписывается, что Фрэнсис Бэкон сказал «знание – сила». Вот мягко говоря, это не так. Дело в том, что я прочитал собрание сочинения Бэкона, есть очень подробный, есть двухтомник, я прочитал все. Соответственно, вот именно так Фрэнсис Бэкон не говорит. Это такой стандартный штамп, есть неплохой журнал, который сейчас стал в пользу, «Знание – сила». У Фрэнсиса Бэкона неоднократно, то есть в разных местах, есть гораздо более развернутая мысль, и звучит она несколько иначе, чем «Знание – сила». Дело в том, что еще современники Фрэнсиса Бэкона понимали это еще более тонко. Дело в том, что в те времена, а Фрэнсис Бэкон был очень образованный человек, было известно выражение Сократа, что вот «знание – есть добродетель». Ну, вообще такая добродетель, такая мирная, мирная, существующая, чуть не сказал «фроводильники» добродетель. А вот именно Фрэнсис Бэкона жил в времена, когда уже наступало новое время, так называемое, активного преобразования действительности природы, и он сделал акцент, что «Знание – сила», то есть «Знание – это сила, которая будет преобразовывать ту природу, которую окружает человека». Плюс он кое-что еще сказал, в разных вещах, связанных со знанием, он говорит немножко по-разному, но здесь, пожалуй, наиболее точно, что он хотел сказать и что коррелирует с другими его текстами. Соответственно, сейчас хочу показать, вот если кого-то заинтересует из продвинутых наших пользователей, может быть, не очень видно, вот здесь такой двухтомник, вот здесь такой двухтомник, изданное издательство «Мысль через советские времена», Фрэнсиса Бэкона. Кто считает нужным, двухтомник, пересчитайте, будете, опять-таки, удивлены, насколько человек, в общем-то, не имея лаборатории, ставя примитивные опыты, насколько он далеко продвинулся. Естественно, это не быстрое чтение, ну, не быстрое, скорее всего, это минимум неделя, но, тем не менее, тем не менее, да. Иногда спрашивают после прочтения, почему Фрэнсис Бэкона не проходится в старших классах школы, ну, физмат-школы, почему не проходится во всех вузах, во всех вузах. Ну, вероятно, этому объяснение квалификации преподавателей, другого объяснения я дать не могу, какого-то умысла не знаю, не знаю. Кто знает, напишите, мы, значит, поделимся со всеми. Следующий, пожалуйста. Следующий, пожалуйста, о Бэконе. Следующая составка, модератор, да. И вот, так, напоминаю, обстоятельства, вот, такой в виде хохмы, который вы уже читаете, даете знать в чате, что уже прочитано. Это такая стандартная хохма, она имеет несколько вариантов. Я избрал вот такой вот вариант. Это вот уровень научных обсуждений до Фрэнсиса Бэкона. То есть, обратите внимание, типовая ошибка, которую делают до сих пор гуманитарии, к сожалению, это слышно, это видно, они делают по телевизору, они делают на конференциях, на семинарах и так далее, вот, когда люди пытаются рождать слова от слов, вот рождать слова от слов. Вот Фрэнсис Бэкона над этим немножко издевался, и он как раз вот такой бренд им придумал, современным языком говоря, что это метод паука. То есть, паук может действительно месяцами не есть, тем не менее, он сам из себя делает паутину из живота, вот вытаскивает такую паутину из себя из живота, причем пауки очень совершенные существа, они действительно могут месяцами не есть. С точки зрения закона сохранения масс, конечно, энергии очень интересные животные, очень экономные животные. Вот поэтому, соответственно, надеюсь, что прочитана уже история, да, дайте все это знать, что прочитана история, прочитана история. Спасибо большое, значит, это такая остроумная история, хорошая. Значит, больше всего жалко садовника и крота, наверное, крот тоже не возражал бы, что его посмотрели бы, но вот не получилось, не получилось. Идем дальше, пожалуйста. Идем дальше, пожалуйста, следующая заставка. Вот, значит, теперь посмотрите, вот здесь вот очень тонкий момент, особенно те, кто ведет конспект, советуют это уже записать. Значит, очень явно, как я это формулирую, я формулирую все-таки с высоты 2015 года, у Бекона этой фразы нет. Но, тем не менее, вот из его логики, из его последовательности понятно, что Фрэнсис Бекон предотвращает одну очень типовую ошибку, которая делается и в 2015 году. В частности, эта ошибка была сделана в домашних заданиях, которые сегодня были присланы. Что же это за ошибка? Дело в том, что когда мы сталкиваемся с решением небанальной, творческой, нестандартной ситуации, естественно, мы как люди, мы немножко переживаем, у нас какие-то сохранились рефлексы, мы не очень любим, наверное, со школы контрольную работу. Вот кто очень любил в школе контрольную работу, и в вы же напишите в чате, пожалуйста, похвастайтесь этим. Большинство их не любит, не любит. И, соответственно, когда возникает какая-то такая неудобная ситуация, то есть, когда вот задача есть, непонятно, как решать, с тем, чтобы успокоиться, как ни странно оценить эту фразу, не с тем, чтобы решить задачу, а с тем, чтобы успокоиться, люди бросаются ее решать. И как раз очень большая ценность, субъективная ценность, когда человек успокоился, а не решил задачу. На всякий случай обратите внимание, я уже об этом рассказывал, что то, что я сейчас рассказываю, чуть-чуть другими словами, это Гербер Саймон получил Нобелевскую премию в 70-х годах за концепцию так называемой ограниченной рациональности. То есть, вот главный вывод, да, всего лишь несколько Нобелевских премий в истории было получено за изучение процесса решения. Вот первая была Саймоном получена, американец, и как он обратил внимание мира, научного сообщества на то, что большинство людей, в общем, я по-своему расскажу своими акцентами, не хочет сделать хорошего решения, а удовлетворяется троечным решением. Вот это всего лишь Нобелевский результат. Вот это, да, можете проверить меня на сайтах, можете на Weekend, можете на других сайтах, это Нобелевский результат. Так вот, Фрэнсис Бэкон прекрасно понимал, что когда есть какая-то задача, нестандартная, творческая, тяжелая, желательно не бросаться вот так вот в рукопашную сходу же с ней, и желательно разделить это на стадии. Потом обычно, потом это повторил Уоллес, Уоллес тоже англичанин, но он повторил в 1926 году это дело. Вот в 1926 году очень четко это сделал Уоллес. Ну, до него, значит, соответственно, это сделал Фрэнсис Бэкон, который уже на грани 16-17 веков всего лишь. А если мы идем по неправильному пути, то, соответственно, скажем, мы только вот этот комок неправильных проблем мы только увеличиваем. И, соответственно, его рекомендация, которую он повторяет десятки раз, что прежде чем решать какую-то нестандартную либо научную задачу, необходимо расчистить место. Вот это расчистить место. Вот, пожалуйста, давайте посмотрим. То есть вот тезис, который я еще хочу сформулировать, который Бэкон подметил, что это не одноходовки, что творческие задачи, как правило, не одноходовки. А психология, наше воспитание, ну не всегда правильное, толкает нас как можно быстрее избавиться от проблемы. Вот обратите внимание, некая такая фундаментальная вещь, на которую попадаются многие славные люди, что не решают задачу, а избавиться от такого микростресса либо стресса, который возникает. По-человечески это понятно, режиссерски понятно, как это снимать, но к профессии это не имеет никакого отношения, к сожалению. Поэтому давайте посмотрим, что же предлагал легендарный Фрэнсис Бэкон. Значит, пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд. И, соответственно, он выводил, он говорил, что есть несколько типовых ошибок мышления. Значит, напоминаю, мы немножко говорили об однофамильце Роджи и Бэкон. Роджи и Бэкон тоже англичанин, они не родственники, насколько я знаю. Ну, скажем, за некоторое время, задолго до Фрэнсиса Бэкона, Фрэнсиса Бэкона, он что-то похожее говорил. На всякий случай напоминаю, что ссылка по Роджи сейчас в чат моделятора кинул, спасибо ему большое. У кого начинает подглючивать все ссылки, которые мы сегодня даем, можете даже не открывать, если от этого вас подглючивает трансляция, они будут в группе ВКонтакте, которые мы покажем в конце, мы, в принципе, показывали в прошлый раз, но покажем в конце. То есть, если подглючивать, не открывайте ссылку в чате. У вас ответственно, скажем, написаны многие страницы по поводу идолов. К этой теме Фрэнсис Бэкон возвращается много раз. Можете почитать, как он писал. Я немножко подсократил, подсократил и, может быть, даже чуть-чуть исказил, ну, если это не со зла, а с тем, чтобы упростить восприятие. Вот первое, идолы рода, идолы рода. Что во времена Бэкона человек, рождающийся кузнецом, вот он родился в семье кузнеца, и это судьба. То есть, с высокой вероятностью, почти 100%, человек, родившийся в семье кузнеца, он будет кузнецом. Значит, некоторый переворот в умах 19 века, много позже, сделал Наполеон, который родился даже не во Франции, он корсиканец. Корсика – это некий остров, значит, вот в Средиземном море, корсиканец, который сделал блестящую карьеру, там, рождающийся режим, то есть, были очередная французская революция, и он сделал карьеру, то есть, вообще, небывалую карьеру, и безумное количество ссылок на Наполеона, это был властитель дум 19 века. Значит, я читал замечательную статью, потому что это было давно, ссылку не могу провести, о том, что в 19 веке масса сумасшедших хотели быть Наполеоном, а вот сейчас, в 20 веке уже количество сумасшедших, которые хочет быть Наполеоном, среди сумасшедших уменьшилось, как ни странно, даже сумасшедшие понимали необычность Наполеона. Далее, идолы пещеры, вот некая упрощенная трактовка моя, полная трактовка, можете почитать сами, в некоторой трактовке человек живет, живет, и набирает некоторый положительный опыт, и некоторый отрицательный опыт, ну, у каждого человека такое есть, у меня тоже есть. Далее, идолы рынка – это инерция от терминов, определений, вот сегодня с терминами, определениями, соответственно, мы будем тоже посмотрим чуть-чуть, это начало большой темы, вот просто некоторые штампованные слова мешают нам сделать следующий шаг. И, соответственно, идолы театра, идолы театра, некоторые мнения, теории, как ни странно, которые тоже могут нам помешать. Вот посмотрите по поводу иные мнения теорий, как теории могут нам помешать. Вот обратите внимание, что такой человек, как Иван Петрович Павлов, нобелевский лауреат, правда, не за мышление, а за изучение физиологии желудка, он совершенно железно делал испытания в колтушах под Питером, и он показал, что подкрепление, подкрепление условной рефлекции идет через какое-то такое пищевое подкрепление животных, пищевое подкрепление животных. Вот недалеко вчера научный руководитель, вот я был на конференции, недалеко вчера научный руководитель центра, который сейчас там же располагается, Тамара Георгиевна Кузнецова рассказывала о том, что после Павлова масса людей, то есть не менее десяти только русских ученых, указали на то, что подкрепление может быть не обязательно пищевое, это может быть эмоции, это может быть смех, это может быть блеск глаз близкого человека, ну и так дальше. Вот обратите внимание, для этого даже не нужно было оставить экспериментов, просто вспомнить жизненный опыт. Павлов, безусловно, великий ученый, но чуть-чуть прозевал, сам Павлов прозевал обобщение своего же принципа. Оказывается, не обязательно пищевое подкрепление, в чате находятся образованные люди, я думаю, что вы еще, просто сейчас подумав минут пять, можете еще провести массу подкреплений, не обязательно пищевых, которые характерны для животных и которые характерны для человека, скажем, да. Соответственно, есть теории, они хорошие, они правильные, они работают, но тем не менее, есть вот такой грех отца-основателя, что-то не додумали, что-то попустили. Такого полно в науке, и нам позволить этим заниматься. Сейчас это связано с проектом Венеры. Значит, когда, которая, задача, значит, пожалуйста, тогда, значит, если нет вопросов в чате, в чате нету, только ссылка, идем дальше. А, вопрос есть, я, к сожалению, не вижу вопроса. Премия кому? А? Премия кому? Нобелевский лауреат, который... Саймон, Саймон, Саймон. Гербет Саймон, Гербет Саймон. Значит, Денис Алексеевич Бодренко. Я так понял, что наиболее комплексным завершением идеи Бекона разделение сложных задач на подзадачи стал морфологический анализ. Нет. Нет. В литературе обычно цитируют Альфреда Уоллеса, это 1926 год, 26 год, англичанина. Далее существует отдельное такое направление, периодически к нему возвращаются, разделение стадии решения изобретательских задач на стадии. Ну, разные авторы обычно насчитывают 4, 5, 10 различных стадий. Судя по всему, действительно, чрезвычайно интересный вопрос, хороших исследований, мягко говоря, мало. Судя по всему, самая главная мысль, что стадия не одна. Вот это самая фундаментальная мысль. Дальше, похоже, она должна ветвиться. Ветвиться. Ветвиться, но вот как именно она будет ветвиться и дробиться, для каких задач, какое дробление, это предмет размышлений и обязательных экспериментов. Так, так сказать, да. Значит, да, я понимаю, фрица-цвики, до цвики там было еще масса народу, которые этого делали. Да, пожалуйста, да, да. Все-таки цвики-то попозже уолятся, да. Дальше, дальше идем, да. Надеюсь, что я ответил. Следующая заставочка. Итак, вот повторяю, специально такой контраст сделал. Все-таки, как чистить восприятие? Как чистить восприятие с тем, чтобы освободить место для постройки? Какая аналогия? Если мы строим, не знаю, ставим палатку или строим домик где-то на местах боев, то хорошо бы, ну вот просто-напросто, если есть такая возможность, домик ставим, сначала пригласить саперов, чтобы они посмотрели, потому что мы можем замечательно построить, даже развести огонь какой-то и бабахнет. Когда мы занимаемся каким-то произведением творческим или там делаем какую-то теорию, концепцию, то хорошо тоже очистить место. Это вот как бы некоторые тезис Фрэнсиса Бекона. Пожалуйста, вот как же он предлагал это делать? Сейчас будет такая тоже общая штука. Как же он предлагал быть? Так вот, обратите внимание, самое общее направление, довольно большие тексты есть у Бекона, но повторяю, это были те времена, когда люди так очень подробно писали, немножко неуклюжие, вот долго. То есть, обратите внимание, Фрэнсис Бекон, он сразу же почувствовал правильно, вероятно, его жизненным опытом подсказывал, что должны быть какие-то инструменты, не психология, не психология, вещи, все же связанные с психологией человека, чрезвычайно коварные. Наш ум, наш мозг, наш разум, наш рассудок, называйте как хотите, постоянно нас обманывают. Вот, из каких побуждений как это возникает, наверное, не очень важно, но, повторяю, этот эффект есть. Так вот, обратите внимание, должны быть некие инструменты, и, как ни странно, не совсем психологические. Вот это очень важный акцент, который потом будет потерян, как ни странно, в науке будет потерян. А Фрэнсис Бекон показывал, что должны быть инструменты. Вот, пожалуйста, на это, по-моему, сейчас будет самая следующая важная картинка, к которой мы уже приходим к инструментам. Пожалуйста. Вот, вот что достойно конспектирования. Значит, достойно конспектирования, да, возможно, возможно, мы заводим такую даже новую команду. Значит, я думаю, что почти все знают, потому что присыл на вопрос, на который хотел ответить в следующий раз, но отвечу в этот раз. Вот это тот случай, когда хорошо бы сделать скриншот, ну, точно сделать скриншот с экрана. Значит, скриншот – это, ну, кто не знает, клавиша, на которой написано, ну, скорее всего, сокращенно, там, пр-скр, что-то в этом роде, в ряду функциональных клавиш, где-то сверху. Соответственно, вы возьмете вот этот экран на мышку и поставите, скорее всего, в редактор Word, либо в другой редактор, в котором вы ведете. То есть вот этот экран стоит сделать. Итак, так, что же нужно сделать? Что же нужно сделать, когда мы изучаем некое явление? Значит, первая рекомендация нам уже известна. Первая – мы просто не бросаемся в задачу. Мы настолько хитры, мы настолько умны, дальше скажу странную фразу, мы настолько не доверяем собственному уму, потому что вот в нестандартной ситуации наш собственный ум, вот который мы нянчим, нянчим, кормим, там, мы, наверное, кормим собственному как-то, да, он много энергии забирает, он нас вообще динамит, к сожалению. Так вот, первое – таблица наличия. В нее заносятся все случаи, в которых обнаруживается данное явление. Сейчас будет практически пример, связанное с домашним заданием. Таблица отсутствия. В нее входят все примеры, в которых искомое явление почему-то не проявляется. Вот обратите внимание, в определенном смысле работаем механически, то есть бездумно, вот как бы, да? Вот не надо здесь думать, вот просто заносим. У Фрейса Бека на многие страницы он пытается анализировать теплоту, такой эффект тепла, эффект тепла, и приходит к некоторым интересным выводам, то есть он где-то остановился, и эту работу уже продолжили физики, уже с различными умными формулами в XIX веке. Далее, очень интересная штука, которую он слил, вот слил в один принцип, а на самом деле нужно разделять. Таблица степеней. И рассматриваем, какие факторы усиливают это явление, и какие факторы, вообще есть ли такие факторы, которые его ослабляют. Вот такой главный инструмент, когда мы некое явление изучаем. Теперь, пожалуйста, давайте, значит, давайте следующие слайды, и, значит, уже можно потихонечку вопрос в слайд, не в слайд, господи, что я говорю, в чат. Пожалуйста, следующий слайд. Вот теперь посмотрите, я взял некоторые примеры, которые обсуждались, потому что тянуть примеры из БЭКа, они очень многостраничные, это вот нехорошо. Вот, допустим, нас интересует некоторый неакадемический доклад, нестуденческий доклад, потому что там нешкольный доклад, нас интересует некоторый доклад для взрослых людей, то есть взрослые люди от 30 и выше, и мы хотим просто сделать доклад. Я буду узкую прощать. Ну, например, просто-напросто мы сидим там 2-3-4 вечера около Ютьюба, выбираем недлинные, их там полно, недлинные доклады на разных таких научно-практических конференциях, то есть это не оккультительно, а научно-практические, не академические, не студенческие. И вот просто внимательнейшим образом смотрим и заносим. Вот если мы внимательнейшим образом просмотрим какой-то массив докладов, можно очно, можно очно, вы понимаете, пока доехал до конференции, пока посидел, пока поехал, полдня прошло, иногда день прошел. Я сейчас в другом городе, вот сами понимаете, значит, там несколько суток прошло. И, соответственно, скажем, смотрим, какие типовые ошибки в таких вот докладах. Значит, первое, вот то, что Бекону наследствует, что в них присутствует? Некое затянутое видение, чрезвычайно болтливое ни о чем. Как правило, очень характерно отсутствие постановки, вообще о чем докладчик будет говорить, вот о чем, о чем. Вот, ну, по идее, это дело модератора конференции в этом вести, но, как правило, очень модератор слабый, а, как правило, модератор слабый, вот, ну, такое происходит. Далее, соответственно, далее человек, очень характерно для гуманитариев, дальше некое броновское движение, такого термина, естественно, не знал Фрэнсис Бекон. Вот Фрэнсис Бекон такого не знал, но, значит, вот, тем не менее, есть. Сейчас недавно вышла книжка, вышла книжка, некая историческая, замечательная, и описывается история декабристов, и дело происходит еще за несколько лет до восстания декабристов, и там, значит, один из героев говорит «Мы декабристы», то есть он уже знает, что, значит, восстание будет в декабре, но такой типовой ляп, такой типовой ляп автора. Так вот, Броунское движение, и такого термина не было, это термин после Броуна, и я его просто использую. Но когда есть масса эмоций, не структурированных, я не против эмоций, но эмоции в научном докладе обслуживают доклад, а не заменяют его, то есть эмоции вспомогательные в данном случае, эмоции мыследокладчиков. И отсутствие выводов, то есть человек традиционно не уложился во времени, выводов нет, непонятно, что делать. Вот если же мы будем рассматривать сильные доклады, скорее всего это будет 5-10%, ну, более-менее приличные доклады всего лишь, вот которые голубенькие, их будет процентов 90, исходя из моего жительного опыта, вот, и, а вот которых, ну, рыженькие на бежевом фоне, их будет, значит, процентов 5-10, может быть, меньше, зависит от направления. И, соответственно, хорошее начало доклада, которое, ну, мы чистыми руками делаем, и делаем для коллег, соответственно, нужно указать, а кто на нас работал. Ну, надо же знать, кто на нас работал, хотя бы просто из уважения к тем людям, которые это делали. Кроме, наверное, у них были какие-то мысли, которые полезны всем обновить, в памяти. Далее, все-таки нужно сказать, какую задачу мы решаем, потому что, когда мы говорим обо всем, мы не решаем никакой задачи, и, значит, вот мы забалтываем тему. Далее, сообщения неочевидных. Идеально, если неочевидных слушателям, слушателям, участникам конференции, тусовки, идеально мы, естественно, сообщим некоторую новую закономерность. Это очень высокий уровень работы, как правило, ну, мягко говоря, получается не всегда. Как правило, не получается, прямо скажем. Далее, когда мы сообщаем некоторую такую прием, формулу, инвариант, ну, вот что-то типа этого, типа этого мы сообщаем. Ну, если совсем уж нечего сообщать, то мы сообщаем какие-то факты, экспериментальные факты, ну, или там гипотезы, гипотезы минимально проверенные, не просто такие, не галоштанные гипотезы, то есть, да, стиль, мне вчера подумалось, это вот плохой уровень. И, соответственно, выводы. Выводы, понятно, могут быть разные, но это так или иначе сводится к двум пунктам. Вот автор попробовал, и он на основании того, что он, своих исследований, рекомендует что-то не делать. То есть, он попробовал, этот путь оказался тупиковым, он честно признается, он вносит свой опыт в научную копилку, что не делать, он рекомендует. И, соответственно, наиболее интересная часть, которая получается тоже не всегда, она может быть очень короткой, а что делать? Ну, естественно, под что делать, понимаются некоторые гипотезы, которые, ну, может быть, стоит попробовать. Может, кто-то из коллег попробует и через год доложит, и все обогатятся, обогатятся, в буквальном смысле слова, знанием обогатятся. Так вот, обратите внимание, если это просто проанализировать доклады, мы поступаем по бэкону, и дальше мы можем выявить еще вот то, что называлось в конце таблице соответствия. А какие факторы усиливают доклад, какие ослабляют? Вот, например, стандартный вариант, стандартный вариант, который ослабляет доклад. То есть, извините, извините, в левой части, когда докладчик, либо докладчица, в данном случае это неважно, очень хочет поразить аудиторию. То есть, он делает научный доклад и зачем-то хочет поразить аудиторию. Можно поразить аудиторию как технический элемент, чуть-чуть, где-то в середине доклада или в начале доклада, чтобы увеличить внимание. Да, это нормально. Если же весь доклад для того, чтобы поразить аудиторию, то, как правило, доклад будет плохой. Более того, опытный человек всегда это видит, ну, когда слушаешь, это всегда видно. Второй момент, вот человек хочет понравиться аудитории, понравиться аудитории с помощью доклада. Мне представляется откровенно странным, то есть, научная деятельность, она не… То есть, вот сначала работа, потом понравится. Вот это в научной деятельности. В личной жизни можно иначе, там понравится, там, ну, личная жизнь, она многообразна и многогранна. Вот человек просто хочет понравиться. Вот если внимательно слушать, соответственно, мы знаем, что вот какие факторы. Ну, например, вот эти два фактора. Третий фактор – человек просто не готовится к докладу, делает доводит до конца. Как правило, наиболее именитые докладчики к докладу не готовятся и считают, что они что-то наболтают. У них большой опыт, они что-то наболтают. Это такой стандартный путь провала. Вот, соответственно, если мы внимательно смотрим, как бы, хороший доклад, выясняется, выясняется, что человек просто-напросто пару раз, прежде чем, скажем, его озвучивать, просто проговорил его дома. Ну, да, поэтому, как бы, если он еще сделал хронометраж, то, соответственно, он настолько умен, что успел оставить время на вопросы. Потому что для докладчика хороший вопрос – большая находка. Вопросы либо в чате, либо на конференции, они помогают докладчику работать над своим произведением, докладом, чем-то еще, книгой и так дальше. То есть, соответственно, вот просто выполняя какие-то простейшие бэконовские преобразования, которые, в общем-то, известны и растворены в нашей культуре, можно отрабатывать некоторые интеллектуальные продукты. Есть ли какие-то вопросы? Я не вижу вопросов. Да, модератор, у него немножко чата, он запаздывает, поэтому прошу меня говорить. Тогда идем дальше. Идем дальше. Вот, пожалуйста, теперь давайте посмотрим еще на одном примере принципа Фрэнсиса Бэкона. Итак, допустим, домашнее задание по выгоранию. Значит, большое спасибо, кто сделал. Значит, большое спасибо, кто сделал. В следующий раз будем разбирать более подробно. Сейчас я просто предоставляю возможность сделать его еще раз. Сделайте его еще раз. Итак, посмотрите, пожалуйста. Я сейчас буду, значит, напоминая о домашнем задании. К нам обратился коллега, присутствующий в чате, который попадаватель, который, как он выразился, выгорает. Выгорает, вот, выгорает, не получает удовольствия от работы, ну и так дальше. Все помнят, что было. Соответственно, я дал справку, что этот термин был предложен вот американским психиатром в 74-м году. Вот, и попросил, значит, некоторые помощи. Значит, сам коллега прислал, он ведет попадавательскую деятельность, он работает в автошколе, ну, как я понимаю, со взрослыми. Хотя, на мой взгляд, сама проблема намного шире, и многие, насколько я знаю, в чате попадают, либо иногда попадают, поэтому, вот, действительно, вот, процесс выгорания есть. Вот, обратите внимание, значит, какая ошибка была сделана в домашнем задании. Я надеюсь, опять-таки, на то, что люди, присутствующие в чате, понимают, что я делаю анализ, иногда говорят неприятные вещи, не из склонности говорить неприятные вещи. Просто нужно сделать его качественнее. Так вот, обратите внимание, я рекомендовал, я рекомендовал не совсем бросаться решать задачу, эту задачу, помогать коллеге. А я рекомендовал спокойно вспомнить свой опыт, опыт своих коллег, и, скажем, может быть, вот, начать с этого. Вот, потому что сложные задачи, как мы сегодня уже знаем, они вот в один ход, они, к сожалению, не решаются. К сожалению, не решаются. Так вот, значит, теперь, вот, прошу еще раз домашнее задание, значит, вот сделать. Давайте посмотрим, как его нужно сделать. Давайте в следующую заставку. Еще разик. Значит, обратите внимание, мы, я просил, точнее, я просил, что мы решили сделать конференции, которая будет летом, такую совокупную работу. Вот, очень надеюсь, что примут участие все присутствующие в чате. Вот, соответственно, возможно, у этой работы будет там 20, 30, 40, 50 авторов, пожалуйста. То есть, каждый принесет по небольшому кусочку. Так вот, посмотрите, пожалуйста. В 1074 году он в Фредернберге ввел термин «выгорание». Дальше, какие искажения с точки зрения Фрэнсиса Беккена и с точки зрения несовершенства XX века происходят? Первое. Соответственно, скажем, несколько человек прислали вещи, связанные с выгоранием, не для преподавателей. Хотя, ну, я просил, для преподавателей и вообще подумайте о выгорании, да? Ну, вот, повторяю. Но сначала мы начнем с преподавателей. То есть, обратите внимание, истинно, истинно конкретно. Мы сначала занимаемся просто-напросто выгоранием преподавателей. Кому он преподает? Детишкам, студентам, взрослым специалистам. Это уже. Второй момент, который Фрэнсис Беккен не знал, потому что все-таки XVI-XVII век, он жил на стыке веков и не знал. Значит, кликом мыши можно посмотреть в блогах, в интернет, в социальных сетях, что бизнес-тренеры, значит, работают с выгоранием, и работают они очень просто. Они шарят в интернете, собирают в кучу, в кучу какие-то данные. И это называется, типа, там, 10 способов, как не выгорать. Значит, это собрано вечером в воскресенье. Я знаю, как работают бизнес-тренеры, и не буду им лестить. Это собрано вечером в воскресенье мышкой, мышкой под телевизор, потому что в понедельник с утра тренер идет на работу. И у него будет очередной заказик, и он, значит, расскажет вот это вот псевдознание. Так вот, обратите внимание, Фрэнсис Беккен не знал, а мы должны знать, что преимущественно в интернет, если дело касается сложных вопросов, то, скорее всего, на которых можно заработать, сложных вопросов, на которых можно заработать. Соответственно, какие-то люди, странные люди, они это заполняют, некоторые, псевдознаниями. Причем, учитывая, что я много работал с бизнес-тренерами, в моем присутствии, как правило, бизнес-тренеры на мои вопросы даже не в состоянии ответить. Просто, вот такой фрэнш-эктуальный уровень. Они даже не понимают в большинстве случаев, что они делают, к сожалению. Но это заразительно. Поэтому я напоминаю данные Ашманова, Ашманов ведущий российский специалист по разным интернет-технологиям, что в социальных сетях, он называет Facebook и Twitter, не более 2% оригинального контента. Остальное это такой тянутый конспект, контент, тянутый, тянутый. То есть кто-то первый сделал, остальные, значит, учинули и так далее. Когда это репост, это еще хорошо, как бы мы видим, кто был первый автор, а когда люди просто вырезают, то это просто они тянут. Поэтому обратите внимание, вот Фрэнсис Бекон, я надеюсь, он был бы со мной согласен, что прежде чем заниматься какой-то темой, нужно очистить от этой вот пены, от этой вот шушеры, от этой вот лже-науки, не боюсь этого слова, которая в интернет очень зашкаливает. И, соответственно, бездумное тиражирование, ну вот я уже сказал, что нужно сначала расчистить место, а вот справа, что у нас висит, реальность работы преподавателя. Реальность всегда богаче. Вот реально всегда богаче, поэтому очень желательно, как ни странно, для начала работы опираться на ваш опыт, потому что, ну, в данном случае обмануть себя тяжелее, либо на опыт ближайших коллег, которые, ну, опыт вы знаете, и трудно просто обмануться, обмануться, в конце частица «ся», да, обмануть самого себя. Пожалуйста, следующее, следующий момент. Вот, соответственно, дальше возникает вопрос, обратите внимание, как у нас Фюденбергер, я думаю, что он не хотел этого делать. Просто Фюденбергер типичный американец, если на что-то можно поставить бренд имени себя, то есть американцы в этом отношении делают, они чрезвычайно просты, у них это в крови, если можно сказать, да, сделано. Скажите, пожалуйста, если просто термины «выгорание» убрать, как вы думаете просто, ну, просто, вот дайте знать в чате, в 19-м, в 19-м веке, процессы утомления, переутомления европейцами, американцами, азиатами вообще изучались, как вы думаете, просто, если термины «выгорание» убрать, да, дайте, пожалуйста, знать в чате. Вот, не вижу пока в чате, но я думаю, что, ну, очевидно, да, вот если просто убрать термины «выгорание», конечно, изучались, и много изучались, много изучалось, да, соответственно, скажем, вот, не привязываемся к темам выгорания, термины «выгорание» модный термин, который, как бы, с одной стороны, обозначает явление, в этом его полезная часть, а в другой стороне, ну, как бы, когда мы начинаем искать по термину «выгорание», мы находим массу мусора, который тиражирует, ну, условно говоря, бизнес-тренеры, ну, и вот такие, ну, люди, промыкающие к ним. Еще раз напоминаю, что не более 5-7% бизнес-тренеров вменяемы и имеют какое-то свое содержание, остальные, к сожалению, его не имеют и занимаются теми вещами, которые близки к обману трудящихся. Следующий слайд, пожалуйста, да, поэтому, да, следующий слайд, это будет домашнее задание. Соответственно, какое домашнее задание, сейчас можно не записывать, мы его повторим и в социальной сети, и в самом конце, по выгоранию. Причем, повторяю, это будет некая корпоративная работа, которая будет сделана к 20 июня, невзирая на кризис, невзирая на лень, невзирая на трудности, то есть, и прочее. Значит, и первое, значит, нужно просто, наоборот, внимательно вспомнить жизнь, ну, свою жизнь, свою жизнь. Какой-то опыт попадания был, либо у себя, либо у знакомых был. Значит, возможно, возможно, значит, возможно, у какого-то из знакомых. И, пожалуйста, вспомнить, вообще, какие эффекты, связанные с выгоранием, были, какие были эффекты, ну, вот, усталость, утомление, нежелание работать, там, вот, расстройство, там, что было. И просто нам это вот зафиксировать, но не из интернета, где очень много таких помойных мыслей, а вот опыт личный. Опыт личный, опыт ближайшего окружения. Далее. Очень интересный момент, очень интересный момент, пункт номер два. Допустим, вы попадаватель, допустим, вы попадаватель, и, допустим, вы работаете, ну, вы же работаете не в безвоздушном пространстве, рядом с вами работают какие-то другие попадаватели. Это может быть школа, это может быть вуз, это может быть техникум, колледж, эсэй. И вот как интересно, допустим, конец недели, все попадаватели уставшие, а кто-то из попадавателей не уставший. То есть, вот обратите внимание, по идее он должен так же уставать, как остальные, а почему-то он не уставший, либо она не уставшая. Вот обратите внимание, здесь начинаются тонкости, таких вот случаев, скорее всего, может быть, проценты. То есть, я написал 1,5, это так немножко с потолка, но обратите внимание, очень интересно найти редкие эффекты. Может быть, это не самый лучший попадаватель, но скажу удивительную вещь, может быть, это ленивый попадаватель, который себя в течение недели не очень тратил, у него будет интересный уикенд, и он себя бережет, либо она себя бережет к уикенду. Вот надо понять механизм, почему человек, другой вариант, это может быть, наоборот, очень опытный преподаватель, который тоже как-то расчетливо не устает. Ну, это профессионализм высокий. Привожу пример. Как Сальвадор Дали, известный художник, советовал эмоционально выступать. Вот, соответственно, не помню, на Викинте есть, нет, не помню, но усно скажу. Он рекомендовал, что если вам нужно выступать, но Сальвадор Дали выступал на выставке перед журналистами, то есть это не целый день рабочий, а это такое короткое выступление, относительно, ну, час, наверное, да? Он рекомендовал одевать ботинки, которые сильно жмут. То есть будет больно, и, соответственно, речь будет очень такой эмоциональной, экспрессивной. То есть, в принципе, можно на Ютьюбе какие-то куски Дали, я видел, скажем, да? Вот короткой, потому что ботинки очень жмут. И, как вы понимаете, скажем, он как-то вот, когда ботинки жмут, как-то не устает. Это не совсем борьба с выгоранием, но какой-то шажок, который нам подавился Сальвадор Дали. Понятно, что таких ходов мало, но их нужно искать, их нужно искать. Поэтому какие эффекты есть, и дальше какие есть исключения, исключения. Человек должен устать и не устал. Должен устать и не устал. Например, за собой я заметил, такое бывает чрезвычайно редко, я меньше устаю, если я работаю в гостинице, например, в конференц-зале, и окна выходят на море. Ну, на море, которое рядышком море, там даже шум волн раздается, вот я устаю меньше. И, по-моему, группа устает меньше. Я специально не интересовался, но субъективно, это субъективно. То есть, понятно, что море, возможно, не везде, но тем не менее. Далее, вот если что-то менять, что увеличивает утомление, что увеличивает, усиливает, увеличивает усилие. Изменение чего, изменение чего, как бы уменьшает утомление, утомление. Вот, ну, например, какие факторы? Например, ряд попадавателей работают на выезде лучше, чем дома. Ну, как-то вот дом, там, заботы, что-то еще, что-то еще, их как-то вот это размагничивает. А когда человек вдали от дома, он сосредотачивается только на работе. Ну, например. И, соответственно, желательно использовать еще раз не данные, повторяю, интернета, потому что пост там очень многое, ну, забито ерундой, а данные свои, данные ближайшего окружения, которому вы верите. Вот мне пользуетесь поговорить по телефону, поговорить по скайпу. В крайнем случае, с ближайшим окружением, если, ну, это ваши знакомые в других городах, через электронную почту, вот постараться провести такое небольшое интервью, вот эти данные собрать, и, соответственно, желательно к среде, не получается к среде, можно попозже, в данном случае можно попозже, на следующей неделе прислать. Я думаю, что мы найдем какие-то мелочи, которые всем будут полезны, как не выгорать в процессе работы подавателя. Более широкая рамка, более широкое домашнее задание – это выгорание интеллектуала вообще. Выгорание интеллектуала вообще. Повторяю еще раз, опыт, опыт, опыт. Я пытаюсь работать в традиции, заданной Фрэнсисом Бекконом. Какие вопросы в чате? Пожалуйста. Пока мы переключаемся, но можно готовить вопросы в чате. Пожалуйста, модератор, идем дальше. И вот, посмотрите, некоторые фундаментальные, фундаментальные, очень интересные комментарии Нобелевской лаурето Ричарда Феймана, который размышляет о некотором фундаментальном свойстве, что мы берем какие-то частные случаи, частные случаи. То есть мы, допустим, соберем опыт с какого-то количества небольшого людей, но, тем не менее, это, скорее всего, будет повторяться и у других людей. Почему так происходит? Мы уперлись в границу познания. Нобелевский лауреат шикарно сформулировал, как это написано на экране, почему те частные случаи, которые мы, надеюсь, соберем, будут работать во многих других случаях. Такая повторяемость природы. Откуда она? Бекон об этом писал, но, на мой взгляд, Ричард Фейман намного позже, уже в нашем веке, написал об этом. Вопросов в чате не вижу. Идем дальше. Да, уважаемые коллеги, если я спешу, бывает за мной такой грешок, я постоянно говорю, что грешный я, значит, пожалуйста. Ну, хорошо, идем дальше тогда. Вопросов в чате нет. Посмотрите, пожалуйста, вот некая исследовательская программа, которая была сделана Фрэнсисом Беконом. Когда прочитаете, дайте, пожалуйста, сравнить. Это Фрэнсис Бекон, 16-17 век, точнее, 17-й, потому что он уже, скажем, значит, как бы, да, вот, пожалуйста, в 17 веке он умер, это он писал перед смертью, это он наметил программу исследований, исследований, исследований. прочитано, прочитано, что он наметил, что нужно исследовать. Так или иначе, в общем-то, перекрыто, перекрыто то, что он наметил исследовать. Это расковыщенные цитаты из Бекона, просто у него длиннее все это выражено, я стараюсь, вообще близко к тексту сделать. Да, спасибо, спасибо, еще читаем, я пачку, жду, полминутки жду еще, полминутки еще, жду. Так или иначе, хуже или лучше, да, эта программа выполнена, да? Ну, думаю, что прочитано, думаю, что прочитано, значит, ну, прочитано. Ну, идемте дальше тогда, потихонечку. Следующий слайд, пожалуйста. И готовьте вопросы. Скоро с Бекона мы заканчиваем. Соответственно, возникает вопрос, а был ли кто-то рядом во времена Бекона, который работал сходным образом? Да, вы все его знаете, ну, по крайней мере, все, кто учился в школе, либо кто попадает в школе, это педагог, он чех, но работал он и в Польше, работал он, господи, работал он и в Польше, и в Венгрии, по-моему, да? И, соответственно, обратите внимание, педагогика такая штука, она педагогика, когда работаешь с детьми, все-таки экспериментальная, и, соответственно, как он придумал классно поурочную систему, масса других вещей, так она и осталась. Обратите внимание, что он, естественно, экспериментировал. Вот кого интересует, это немножко вбок от нашей темы, но, тем не менее, ссылки в чате, и ссылки будут в группы. То есть, Ян Амос Каменский вот очень здраво написал, очень здраво написал, исходя из опыта. Обратите внимание, до него схоласты пытались исходить из Платона, пытались исходить из Аристотеля, пытались исходить из Библии. Какое отношение к образованию имеет древний грек Платон, который жил в других условиях, в другой стране, и так дальше? Вот мягко говоря, какое-то имеет, но очень небольшое. Просто внимательно наблюдая за педагогическим процессом, вероятно, что-то меняя, как и что менял Ян Амос Каменский, честно говоря, не знаю, но подозреваю, что какие-то эксперименты он делал, подозреваю, написал очень такую книгу. Сейчас ее читать, ее можно почитать как раз в кусочке на Викенд, она немножко тяжеловесна, это естественно, но просто помните, когда этот человек работал. То есть, это вот было рядышком с такой крупной, крупный человек, который жил примерно в те же времена, частично даже перекрывалось с Беконом, те же времена, в которых жил Фрэнсис Бека. Пожалуйста, следующая строчка. Вопрос, извините, модернатор сказал. Так, да, Игорь Михайлович Мариевич. Игорь Иванович, надо разделять физическую усталость, эпотию, мотивацию в термине выгорания. Значит, да, большое спасибо, Игорь Михайлович, за вопрос. Значит, существует следующее, то есть, я, по-моему, даже, было на слайде, я зевну, спасибо, я зевну, вы исправили, спасибо. Какая тут суть? Значит, существует физическая усталость, когда устали мышцы, то есть, после физического труда. В некоторых, некоторые авторы, это не очень жестко, не очень жестко, они используют такой термин, как утомление. Утомление, это когда перегружена нервная система, которая, ну, это более характерно для людей интеллектуального труда, тех же самопопедавателей. Такое иногда разделяется. Но мы это еще не говорили, действительно, и для поиска в интернет, и для раскачивания на рецомышление, выгодно, выгодно для решения, просто использовать синонимические цепочки, то есть, когда утомление, переутомление, выгорание, это вещи одного азимута. И в быту они используются, в интернет используются, ну, примерно одного азимута. Поэтому, спасибо большое, да, то есть, есть физическая усталость, когда работали, кололи дрова, например, или сделали пробежку, есть такое утомление, ну, связано с психикой, устал человек, устал, вот нервный источник, характерный для интеллектуалов, для интеллектуального труда. Спасибо большое, да, скажем, да. Станислав Олегович Айзен, попадаватели не всегда интеллектуалов, вы хотите разграничить тему или объединить? Значит, давайте будем исходить, что попадаватели, будем исходить из таких, скажем, вещей, что все-таки попадаватели, ну, будем говорить, получше попадавателей, занимаются некоторым интеллектуальным трудом, они просто озвучивают свой искус в режиме магнитофона, такое тоже бывает, к сожалению, да, и в школе, и в вузе, и так далее, к сожалению. Давайте будем брать, давайте будем брать такого попадавателя, который пытается что-то делать, ну, пооригинальнее, иногда идет на какие-то эксперименты, ну, так и такое вот. Да, конечно, попадаватель всегда интеллектуал, к сожалению, я сам же проводил примеры бизнес-тренеров, из которых 5-7% более-менее приличные, остальное откровенно неприличные. Да, 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 пожалуйста, спасибо большое за ваше, за ваше добавление. Давайте, значит, дальше. Значит, дальше идем, значит, как бы, дальше идем, слайд, мы еще не заканчиваем, дальше слайд, значит, соответственно. Да, далее вот некоторый проект Бекона, который был опубликован после его смерти, хотя написан, и, соответственно, скажем, Бекон понимал, что надо испытывать природу, вот слово испытывать и пытать, в русском языке, в русском языке очень близко, пытать природу, и, соответственно, он писал, что вот природа нам открывается, только тогда вот мы на нее как-то воздействуем, то есть вот обратите внимание, метод древних греков, это наблюдение, мы не трогаем природу, не вмешиваемся. Метод Бекона, и, в принципе, в общем-то всей науки, это испытание природы, то есть, например, вот верхом испытания являются какие-то химхофазотроны, коллайдеры, где, значит, разгоняется материя до безумных скоростей. Извините, сейчас у нас почему-то есть сбой, сбой, возможно, меня слышно, я сейчас продолжу изложение, так, чата не видно, пока я продолжаю просто изложение, на всякий случай, скажем, на всякий случай, продолжаю изложение, то есть вещаю, значит, пока я буду ждать команду модератора. Да, похоже восстанавливается, да, похоже восстанавливается, да, давайте делаем проверку в чате, сейчас был сбой, сбой, восстановилось ли, плюсами, пожалуйста, дайте в чате, восстановилось ли вещание, был сбой, восстановилось, спасибо большое. Значит, похоже, что восстановилось, значит, извините, не наша вина, значит, не знаю, чей, но не важно. Так вот, соответственно, нужно природу испытывать систематически, и Бекон предложил, некоторые авторы говорят, что лабораторию, другие говорят, научно-исследовательский институт. То есть общий смысл, когда много народу в разных отделах этого института испытывает. И вот, соответственно, эта идея через несколько десятков лет после Фрэнсиса Бекона начала внедряться, собралось какое-то количество ученых в Англии, в Англии, в Лондоне, известных ученых, которые организовали некое общество, которое потом, ну, по тем временам было принято, как бы, получить благословление короля, стало лондонским королевским обществом, которое является прообразом Академии наук во многих странах мира. Потом появилась французская аналогичная Академия наук, ну и так дальше. Их было много. Кого интересует Академия наук, они частично есть на портале Викен. Но далее, обратите внимание, вещь, которую я уже рассказывал, далее, они боялись болтовни, боялись холастов, до сих пор боятся гуманитариев, хотя зря. И, например, они пытались не обсуждать какие-то вещи, рожденные из слов. И более того, вот у них даже было вот в этом принципе, что они не будут вмешиваться в богословие, метафизику, мораль, политику, грамматику, риторику и логику. Один из первых, один из первых, и каким образом это постояло, что в это общество люди прислали описание своих экспериментов, а Роберт Гук, Роберт Гук, это такой был экспериментатор, очень интересный, он должен был эти опыты ставить. И, соответственно, скажем, был конфликт Роберта Гука и Ньютона, потому что Роберт Гук тоже открыл закон всемирного тяготения. И непонятно, если разные точки зрения, Исаак Ньютон списал всего лишь закон, по которому строена Вселенная с Роберта Гукой, либо сам. Ну, просто бывает открытие делается параллельно. Есть фраза, которая обычно трактуется хорошо, что Исаак Ньютон сказал, что мы открываем новое, строя на плечах гигантов. Ну, во-первых, это античная фраза, античная фраза, нам несколько иначе говорится, значит, как бы, типа, на плечах великих мужей говорится фраза. Второе, некоторые современники воспринимали эту фразу издевательски, потому что Гук был очень высокий и горбун, и он горбался постоянно. И они воспринимали эту фразу Ньютона издевательски, потому что у Ньютона был тяжелый характер. Ну, повторяю, и так далее. Далее, вот в это общество, допустим, Левенгук, который делал замечательный Левенгук из Голландии, линзы, и рассматривал разных мелких там тварей с помощью линз, он присылал, присылал, как же, вот такие вот, ну, что ли, свои экспериментальные данные, и англичане пытались эти экспериментальные данные проверить. То есть, они не только верили своим корреспондентам, что они пишут, как они делают, они пытались воспроизвести, ну, нормальный путь проверки, потому что, возможно, человек, который там написал про что-то, возможно, он ошиблся. История науки набита такими случаями, когда люди вот фальсифицировали данные, ну, вольные либо невольные. Бывают иногда, бывали случаи, когда лаборант фальсифицировал данные, а, в том числе, и англичане после этого кончались жизнь самоубийством, потому что репутация научно испорчена навсегда. Такие случаи в той же Англии бывали. Бывали. Так, далее. Денис Алексеевич Бондаренко. Сычёв, Сергей Валерьевич Сычёв сравнивал физику с экономикой. Экономика находится на том же уровне, в котором физика находилась в XVIII веке. Скажем, да, претензии к экономике, масса, да, то есть, как бы, да. Если на самом деле психология и физика, то в какой бы век вы поместили бы психологию? Значит, на мой взгляд, значит, ситуация какая? Значит, где были сделаны некие ошибки психологов, на мой взгляд, и были сделаны. Значит, дело в том, что психология касается каждого человека, каждого человека, и, к сожалению, к сожалению, психологи очень часто позволяли себе некие расширительные толкования, расширительные толкования психологии. Например, очень простой контрольный вопрос. Вот есть психология, это безумное количество томов, есть, например, преподавание, ну, просто преподавание любого предмета в школе детям. Почему беру школу? Ну, школа известна всем, ну, всем известна школа, да, скажем, да. А что такого психолог может действительно неочевидно рассказать человеку, который, если хотя бы 5 лет работы с детьми в школе, ну, либо в внешкольной системе. Вот, мягко говоря, возможно, педагог может сказать психологу, а обратное неверно. На мой взгляд, это вот очень большая ошибка, что психологи очень расширительно трактуют свои, а результаты их скромны. Наиболее точно это выражал Жан Пиаже, действительно великий психолог, который делал много экспериментов. Он швейцарист, но работал, конечно, на территории Франции. Он говорил следующее, что психологи действительно занимаются очень сложным объектом, очень сложным объектом, поэтому она действительно здорово отстает. Поэтому психологи делают то, что могут. Я думаю, что у них сейчас могут быть прорывы. Какие? Дело в том, что вторая ошибка, которую делают психологи, они работают с сознанием, с человеком, и те модели, которые они используют, чрезвычайно просты, примитивны. На мой взгляд, простейшие CRM-системы, кто не знает, CRM-системы, это системы, которые позволяют отделам продаж и работе с клиентурой. И CRM-системы, возможно, вы сами занесены в CRM-системы и не знаете об этом, которые фиксируют, когда вы покупаете, что вы покупаете, что вы говорите по покупке. Ну, много таких данных, сколько вам лет, скажем, когда у вас день рождения и прочее. Вот простейшие CRM-системы, которые описывают только процесс покупки чего-то, это примерно 30-40 параметров. На самом деле, бывает больше. Это простейшая вещь на одно действие. Поэтому, на мой взгляд, как уже будущая психология, будущее социальных изобретений для того же планеты, проекта Венера, это некие многомерные вещи, и это не книги, не тексты, не примитивные лабораторные эксперименты. Это некие многомерные базы данных, о которых присланы вопросы, будем чуть-чуть говорить в следующий раз. Вот поэтому, скажем, на мой взгляд, психологи действительно сейчас сильно отстают. Кого интересует, можно почитать о кризисе психологии у Льва Семеновича Выгодского, начало XX века. Начало XX века. Вот поэтому, вот, в то же время надо понимать, что психологи пытаются изучить чрезвычайно сложный объект. Чрезвычайно сложный объект. К сожалению, каких-то результатов в творчестве у психологов просто физически нет. Просто физически нет, скажем. Я полностью отвечаю за свои слова, спросите, могу ещё раз проиллюстрировать. К сожалению. Поэтому по векам, наверное, не стоит делить. Там большие проблемы. Дело в инструменте, которым они работают. И последний грех, который, в общем-то, делают психологи, к сожалению, большинство, те люди, которые занимаются наукой психологии, у них цель, как правило, не разработать нечто фактически применимое, а защититься, написать книгу. Вот, то есть, продать себя. Опыт показывает, что на длинных дистанциях есть очень большая разница, что такое диссертация и некий фактический инструмент, который нужен для людей. Вот, к сожалению, вот этот ориентир полностью утерян, к сожалению, и это утеряно в разных странах. То есть, психологи замыкают в своей среде и не работают, либо мало работают на тех людей, которые, в общем-то, их окружают. Как ни странно. Вот есть несколько фундаментальных вещей, которые не позволяют психологам давать неочевидные результаты, к сожалению. Неочевидные результаты, к сожалению. Дальше пошли. Значит, Евгений Анатольевич Мамонтов. Может ли инструментным аналогичным сериалным системам быть анализ запросов в поисковиках? Значит, да. Это некое поближение, потому что, например, банки, насколько все, я не знаю, но некоторые банки уже просто анализируют, скажем, это, мягко говоря, не совсем законно, но тем не менее. То есть, все, что вы делаете в интернете, то есть, известно, например, что хром, вот система хром, которая у многих наверняка существует, она за вами шпионит. Ну, например, да. Есть другие способы шпионства за вами. И, допустим, это делается математически. Математически это не очень сложная задача, как математика. Отлично говорю. Это да. То есть, это непростая, но не очень сложная задача, когда есть некоторые корреляции. В зависимости от тех действий, что делает человек в интернете, можно с некоторой уверенностью говорить, он будет отдавать кредит там, либо вовремя, естественно, либо не будет отдавать кредит. Соответственно, скажем, когда вы обращаетесь в банк, то, соответственно, скажем, банк смотрит систему, анализирует ваше поведение, как ни странно, в интернете, ну, например, в интернете, ну, еще плюс кредитная история, которая, возможно, есть и в других банках ваша. Соответственно, есть некая вероятность, естественно, не 100%, что, грубо говоря, давать кредит, либо не давать кредит. Все сводится к этому. Поэтому вот такие многомерные вещи, многомерные вещи, модели потребления интернета и чего-то еще, они довольно давно идут, они, в принципе, уже даже внедряются в разных странах. Насколько все банки, не знаю, но некоторые банки совершенно точно уже знаю, точно там 100%, такие вещи используют. Соответственно, скажем, дальнейшая линия – это линия, как бы, такого усложнения поиска, смыслового поиска в интернете, там масса вещей, но что это для нас важно, что поведение человека принципиально многомерно. Многомерно. Даже понятно, что человек, который заходит в интернет, чтобы ходить по социальным сетям и там, скажем, заниматься троллингом, что у него что-то с психикой и, мягко говоря, не факт, что человек, который занимается тем, что постоянно кого-то там материт, материт, что он, вот у него в ладах нервной системы, он, соответственно, в состоянии отдать кредит, потому что он взять кредит в состоянии, да, а отдавать, у него что-то явно в голове не то. Ну, явно в голове не то. Это некая шушера, ее нужно отсекать. Поэтому, да, конечно, да, конечно. И СРМ-система будет питаться уже такими вещами. Поэтому, соответственно, скажем, тем не менее, Фрэнсис Бекон, и, точнее, извините, Лондонское королевское общество подготовило гигантскую зияющую дыру в виде социальных инноваций, которым, по большому счету, мало вообще кто занимается. То есть они как бы есть. Более того, мир к тому стремиться на хорошей основе и в научном плане, и в бизнес-плане мало кто качественно занимается. То есть периодически это декларируется. Но, мягко говоря, как правило, это несерьезно. Тем не менее, такая дыра осталась, частично она осталась искусственно. Потому что, если бы умнейшие люди типа Ньютона и Гука анализировали некоторые психологические эффекты, ряд открытий в социологии, психологии можно было бы сделать на пару веков раньше, всего лишь. Ну, цена вопроса несколько веков. Ну, полезно, не полезно это мировому сообществу. Думаю, что вам понятно. Ну, следующая заставочка, если нет вопросов. Да, у нас почему-то сконвертился заголовок, не так. Ну, не важно. Я почитаю его. И вот был такой немецкий химик Юстус Либих. Это папа, ну, косвенно мы все его знаем. Это папа удобрений, папа удобрений для сельхозпродукции. И, соответственно, когда он это дело разрабатывал, он испытывал научные дискуссии почему-то с английскими химиками. Почему-то, ну, принято было выяснять отношения. И Юстус Либих, в общем-то, неглупый человек, почему-то обиделся, почему-то обиделся на англичан и решил отомстить. Вот, обратите внимание, человек занялся самопсихотерапией. Соответственно, он проработал Фрэнсиса Бэкона и написал такую разгромную… точнее, он не написал, сначала опубликовал свою академическую речь против Фрэнсиса Бэкона. И он, значит, потом… Вот что-то типа этого… Юстус Либих, он был просто первый. Было много наездов на уже неживого, мертвого, умершего, точнее, Фрэнсиса Бэкона от ученых. И, соответственно, скажем, главный тезис был следующий. Вот сам Фрэнсис Бэкон. Фрэнсис Бэкон умер, ставя эксперимент. Он, значит, его интересовало, он занимался вопросами тепла, изучал тепло. Соответственно, он собственноручно выбежал во двор своего имения и набивал курицу льдом и снегом. Простудился, антибиотиков тогда не было, что-то типа воспаляли легких и умер. И вот, соответственно, скажем, главный тезис критики Фрэнсиса Бэкона, обиженного химика Гермарского, то по сравнению с другими учеными, то есть Гарвей, который открыл кровообращение, скажем, да, Галилея. Галилей, ну, вот там, можно сказать, механик. Джилберт, иногда пишется Гилберт, иногда Джилберт, который занимается магнитными явлениями. И иногда Гян Кеплер, там, движение, механик. Симон Стивен. Симон Стивен, как только будете писать, что это десятичные дроби, привет от Симона Стивена. Он как бы занимается десятичными дробями, это привет, скажем, да, что его собственные достижения научные и ничтожные. Вот, соответственно, я постараюсь сказать за Фрэнсиса Бэкона, значит, на мой взгляд, есть некая правда в том, что делал химик Юстус Либих, что если ты разрабатываешь инструмент, то ты должен показать применение этого инструмента, что вот Фрэнсис Бэкон не очень сделал, он в основном призывал это делать, скажем, да. Это часть правды. Другая половинка правды заключается в том, что когда человек разрабатывает инструмент и строит листому подтверждения, это действительно, внешне может быть иногда простоте, отбирает очень много сил, просто отбирает очень много сил, и на остальные вещи надо бы поставить опыт, но просто не хватает времени. Поэтому вот нельзя судить, нельзя судить, скажем, химика по правилам пловца. Обратное тоже верно, нельзя судить, значит, как бы пловца по правилам химика. Поэтому нужно понимать, что вот разработка нового инструмента, а Фрэнсис Бэкон вошел в историю науки именно этим, отнимает, отжирает, если угодно, очень много сил. И, соответственно, ну, он сделал то, что сделал, и заложил некоторые основы такого, ну, проведения эксперимента, проведения эксперимента, которые я предлагаю вам поставить на актуальные для большинства присутствующих в чате задачи. Пожалуйста, ваши вопросы, идем дальше, как бы, да? Позже, вот, дай дальше сейчас, идем дальше. Вот, и посмотрите, пожалуйста, что, значит, вот термин «наука» уже была, а вот именно термин «ученый» в каком году впервые был использован. Посмотрите, в каком году. В каком году был использован термин «ученый»? Хорошо, уважаемые коллеги, какие вопросы в чате? Какие вопросы в чате? Сегодня по Фрэнсису Бэкону, по его подходу, по-прощему. По его подходу, по-прощему. Хорошо, тогда, так, да, пожалуйста, пожалуйста, значит, пожалуйста, идем дальше тогда. Значит, соответственно, вот главные выводы рекомендую сделать скриншот. Я просто люблю сам записывать, но, как бы, говорят, что вам удобнее делать скриншот. Пожалуйста, скриншот вот этого экрана. Какие главные выводы? Ну, естественно, я использую данные и после Фрэнсиса Бэкона. Значит, первое, значит, когда вы сталкиваетесь с какой-то творческой задачей, с научной задачей, непонятной задачей, нестандартной задачей, потому что стандартная задача, ну, вот, что тут думать-то? Взять и сделать, скажем, да? Как вскипятить воду? Поставить чайник на плиту и вскипятить? Или чайник электрический поставить? Ну, задачи нет. Взять и сделать. То есть, первое, вот, эмоционально не бросаться, потому что, вот, почему такая есть эмоция? Человек хочет самоуспокоиться, человек хочет снять маленький стресс. Поэтому первое побуждение – вся энергия, все предыдущие воспитания выливается, вот, бросится на творческую задачу и, не побоюсь использовать такой студенческой школьной теме, от нее отделаться. То есть, не решить, а отделаться. Вот это вот такая очень большая развилка, в которую постоянно попадаются взрослые люди. Взрослые люди. Второй момент. Скорее всего, по каким-то причинам, в силу нашего воспитания, нашего опыта, может быть, наших эмоциональных каких-то обид, что-то не получилось, может быть, были психотравмы, то есть, все что угодно, скажем, все что угодно. Значит, как-то вот рассмотрение задачи может быть эмоционально заряжено. Вот это тот случай, когда идти на поводу эмоций не надо. Это как раз тот случай, когда наша физиология, наша психофизиология, наш любимый мозг, который мы кормим, поем, надевая на него головной убор, нас подводит. Вот, подводит. Поэтому сначала надо дело расчистить. Расчистить. Вот. Дальше. Шаг 3. Безэмоционально. То есть, безэмоционально. Без жажды похвалы. Вот. Без желания показать себя. Вот без этих вот вещей, которые человеческие, они чрезвычайно понятны, как бы, и так далее. Значит, сделать, собрать некоторые данные. Собрать некоторые данные. Мы собираем, собираем эти данные. Значит, в общем-то, все. Значит, вот это вот. Дайте, пожалуйста, точное определение творческой задачи. К сожалению. Да. Лейла Виталина Лаишева спрашивает в чате, дайте, пожалуйста, точное определение творческой задачи. Значит, вот определение творческой задачи я могу дать примерно следующее. Оно будет, сразу говорю, уже пытался давать, точное не могу дать. Могу только примерно обозначить. Творческая задача для человека, для конкретного человека, там, где он не знает, сходу не знает некого решения. Творческая задача, она превращается в творческую. Вообще, возможно, эта задача кем-то решена, и для кого-то она не творческая. Для кого-то не творческая, с высокой степенью вероятности. Поэтому, почему делается патентный поиск, почему делается литературный поиск? Мы исходим из того, что кто-то решал до нас эту задачу, и что-то есть. Иногда в этом отношении интернет плохой советчик, особенно в области психологии, там, выгорания, таких вещей, там очень много вещей, ну, просто массово растиражированы, поисковик их выдает и так дальше. Творческая задача для конкретного человека та, которая, ну, непонятно, как ее решать. Обычно, обычно понимается, ну, если мы немножко там провели какой-то поиск, что-то еще, что это некоторый скачок, скачок качества, который, жестких правил для которого нет. Как сделать скачок жестких правил? Правила есть вероятностные. Все, что разработано в ТРИС, там, и в аналогичных там системах, это все-таки вероятностные вещи. Для них тоже можно сделать ошибку. То есть, ТРИС и подобные вещи увеличивают вероятность, но не дают там стопроцентной гарантии, что задача будет решена именно в той постановке, в которой она была дана. То есть, возможно, что-то придется менять, что-то меня исполнить. Поэтому, к сожалению, я не могу дать, это скорее некое интуитивное ощущение, я не могу дать точное определение. Если вы найдете точное определение, пожалуйста, пришлите, значит, мы его обсудим и так далее. К сожалению, я не могу дать точное определение. Некоторые такой скачок. Более того, следующий момент, который у нас еще не был, дело в том, что величина этого скачка, она может быть различна. Некоторые задачи, в общем-то, не решены, но понятно, что пару суток подумав, мы их решим. Некоторые научные задачи, они стоят годами, десятилетиями, но никак не решаются. Ну вот никак не решаются. А вот эти, внимание, близкая задача, которую мы начали обсуждать сегодня, задача отдыха интеллектуала, имеется в виду отдыха, то есть какого отдыха, то есть в течение часа, то есть каждый час надо отдыхать. Как? В течение каждого дня интеллектуал, напряженный работающий, должен отдыхать. Как? Ну не решена, десятилетиями. Интеллектуалов миллионы людей, не решено, не решено. Ну, к сожалению, не решено. Так что в жадEE почти не решено, а значит вдохновить должна быть здоровая, а то охотно хотяяясьinação уменьшимся по простам – это кажется, подazione,